добрый день уважаемые трейдеры сегодня 13 мая четверг представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании instaforex логотип который на белом плакате черными буквами с красным логотипом вы можете наблюдать мне за спиной кстати мало кто знает но еще в далеком 2016 году я нес гордый флаг instaforex по подмосковному парк отелю солнечные и вот этот вот розовощекий карапуз шортиках с волосатыми ногами это я перейдем к нашим обзором сегодня у меня низко статей аж уже четыре надеюсь я на этом остановлюсь интересно интересно что происходит золотом золото начинает инвестировать пенсионные фонды и делают это кстати по хорошим ценам голландцы и нидерландцы вложились в золотишко золото уже месяц растет если что классное название придумал статье кому собачку полцены доги coin упал и что интересно упал на пять процентов можно подбирать сейчас чуть подрос но если будет за забросики вниз подбирайте этот эту монетку у нее хорошее будущее нефть вчера получила двойной удар я выбрал картинку классного боевика на котором сам вырос главной роли здесь выступает жан-клод ван дам если вам кажется что их два на самом деле это одно и тоже лицо советую посмотреть фильм нефть интересная статья в каком плане дело в том что с одной стороны днем международное энергетическое агентство понизила понизила спрос на нефть в этом году ну это логично до индия практически отвалилась с коронавирусом но и в принципе по многим странам динамика не очень веселая по заболеваемости и все это пришлось на прям неведомая хая по по 67 за американочку вот это новость была днем и вечером вышли какие-то умопомрачительные запасы в сша в два раза больше чем ожидалось собственно две новости пришлись на один день по очень очень высоким ценам я знаю что многие трейдеры не любят торговать нефть и сам терпеть не могу но есть инструменты которые с ней связаны и на которых будущее возможное падение нефти можно отыграть через валюту например доллар канадец который сейчас стоит очень дешево вообще на уровне пятнадцатого там семнадцатого годов и в принципе можно его аккуратненько подобрать не заработать денежек ну и наш доллар рубль который также при падении цены на нефть может выстрелить наверх потому что при в данном случае ослабление рубля принесет этой паре восходящую тенденцию но вот примерно такая интересная статейка для вас ну и то что вчера беточек упал на 15 процентов я в принципе больше чем уверен что маска играется играется в спекуляции и сегодня мы поговорим об этом уже на графике давайте переключимся и посмотрим так поехали первый инструмент золото золото вчера очень подразвело вот но я все-таки смог подзаработать на нем и сегодня даже скидывал свои трейдерские художества ну кстати вчера беточек отработал я давал трех волновочку поздравляю кто участвовал золото золотом я бился от пин баров тенденции чуть-чуть мы не дотянули до хаёв пришлось выйти в без убыток и после пин бара в котором сидели у нас новости по инфляции которая вышла хорошая для бакса прям прям очень и после этого 3 3 волна пошла вниз по целям площадки которые я рассказывал несколькими днями ранее поэтому вот такой был у меня интересный тренд что в этом во вчерашнем движении было для меня загадочным то что вышли инфляции она вышла прям очень очень классная для бакса это не просто одна десятая там по моему 7 десятых или даже 8 и первый импульс был правильно правильно но потом почему-то надули вот этот пузырь верхний я так не понимаю почему но я как бы разгадал его и здесь получился четырехчасовой пин бар вот этот вот я из этой зоны уже ходил вниз по вот этой площадочке надеюсь вы понимаете о чем я говорю вот минимум минимум когда схавали вот эту новостную инициативу как минимум по хаям она забрала хай текущего дня и хай соседнего дня но не добила вот этот экстремум к сожалению я ждал его обновления но после шартовой инициативы добил вот эти минимум вот этим хорошим импульсом ну не сказать что я прям сильно доволен этом этим трендом все-таки мне хотелось обновление вот этих хаев но опять же площадку классно оставили если бы здесь был бы пробой вот здесь вот то я думаю дотянулись бы до хаев пока пока ничего нового по золоту давать не буду прошло поглощение у нас на дневках есть еще вот этот минимум вот я думаю что в ближайшее время его снимут вот уже потихонечку начинают давить может быть если сейчас сейчас не продают могут вот эту вот площадочку побрить вот так и дальше уже отрезать покупателей по вот этому минимуму дневному вот здесь видите вот так и это будет логично дальше не знаю куда пойдет но вот этот вот это двойное дно должно пробиться с большой вероятностью серебришка тоже под сдулась но пока ничего не вижу многие конечно скидываются продавать как бы нижняя цель я вас понимаю но не разделяю здесь хочется все-таки каких-то более серьезных подтверждений для набора шортов еврик еврика похоже картина золотом почему потому что есть основание импульсного бара то есть импульсный верхний импульсные шартовые сегодня вот был откатик стать неплохой и я думаю что вот вот это дно двойное но они близко друг другу находится но здесь очень мощные бары все это вся эта песня расторгуется через пробой вот этой вот эти двух минимумов но как минимум вчерашнего дня точно так британец британец тоже под сдулся собственно сильный бакс его загнал вниз все через бакс ребят валюты потеряли уже свою уникальность там есть американский доллар ничего пока здесь советовать не буду среди у нас зеркало я думаю она будет оттестирована но заход здесь будет сожалению пока не рентабельный вчерашняя сила бакса вытолкнула доллар иену наверх вот и она пока прижимается к верхней стенке такого гигантского шартового канала вот наблюдаем пока новых заходов нет заход был только 61 фибы так что касается наших односторонних идей нефть падает как я и говорил почему еще раз повторяю потому что новости вчера пришлись на самые верхние цены и здесь сейчас начнутся просто фиксации все кто угадал движение наверх видят что новости хреновая и рынок реагирует на них отрицательно вчера на дневках у нас появился пин бар и вот он потихонечку отрабатывает это может привести и вот к 57 как за здрасте на фоне прогнозов международного энергетического агентства и гигантских запасов в сша соответственно то что я говорил статьи в своей можете если боитесь нефть так же как и я отторговывайте слабость нефть через другие инструменты так что у нас еще одностороннего одностороннего догик 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 коин вчера провалился не только потому что там маг маск твитит как черт просто из табакерки интересный один крупный инвестор пожертвовал в том числе и доги коины медицинским организациям в индии на 1 миллиард ну эквивалент 1 миллиарда долларов соответственно все подумали что он избавляется от догиков но мне все равно что там кто подумал я вижу то что догик сейчас стоит в пол цены да то есть если взять вот здесь вот примерно 0 а здесь там около 0 8 то сейчас он стоит 04 половина то есть вам предлагают сейчас интересную монету с очень серьезной капитализации в пол цены почему бы не купить например вы покупаете здесь там на 100 тысяч рублей здесь у вас стоп а здесь у вас 200 тысяч рублей все один к одному пожалуйста пробуйте доллар лира как и говорил великой я идет к пробою своих хайов потому что силушка американского доллара богатырская силушка выталкивает этот инструмент наверх и эрдогану сейчас понесут на стол отчеты что турецкая лира пробила психологический уровень 8 и идет дальше в космос и это нормально почему потому что под этой под этим трендом есть фундаментальная новость смена эрдоганом фактически финансового курса страны ну и то что российских туристов теперь там к сожалению опять нету так что еще что еще ripple ripple тоже проваливался кстати но если отсюда брать нам конечно не в пол цены но 61 фибу колит колит я брал в районе полтинничка ну пока держу что еще одностороннего нам интересно доллар рубль доллар рубль при падающей нефти вы понимаете что шансов не имеет и мои покупки кстати вышли в ноль по доллар рублю я сейчас при своих стоп у меня за минимум марта месяца я жду по 80 привет набиуллины так что еще что еще дубик ripple а bitcoin 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 обвалился вчера на очередных твитах хотел сказать трампа но трампа нет поэтому за него отдувается шутками илон маск который сказал что не принимает оплату за свои электроавтомобильчики в биткоинах потому что эта валюта ну как бы такая экологически грязная является потому что при генерации биткоинов используется энергия полезных ископаемых то есть грубо говоря добывается уголь мазут и так далее перерабатывается на электростанциях превращается в электричество и это электричество используют майнеры для того чтобы генерировать bitcoin вот так такой неожиданной на самом деле проблеме пришел илон маск который буквально пару месяцев назад скупал биткоины и говорил что вот это вот мега инвестиции и что-то ему никто не сказал о том что это все вот таким образом добывается том числе и в монголии кстати и нет и не только люди всякими способами хотят заработать но все это преподносится нам в таком информационном поле что вот илон маск такой настоящий провидец борец за чистоту планеты на самом деле я считаю что это просто обычная спекуляция прекрасно узнал как добывается биткоины и сколько на это тратится энергии и откуда эта энергия берется а также я думаю илон маск знает что доллары которые он очень любит делается из бумаги которая делается из деревьев которые являются легкими нашей планет поэтому дорогой илон маск у вас еще много открытий если вы плохо учились средней школе что я думаю произошло произошло обычная най не буду говорить что точно на обычная спекуляция почему потому что перед падением биткоина у нас происходило консолидации а что делают крупные игроки в консолидации конечно же набирают лимитниками своей шарты так и получалось что вот последние две недели вяленькое движение наверх тут собирал лимитнички не буду показывать вылона маска кто и потом нужен всего-навсего был один твит либо какая-нибудь передачка по американскому телевидению где нужно было заявить на всю страну и так уж случилось что и планету пока только земля что вот тесла не будет принимать биткоины и движение падает вниз обновляет минимумы и догадайтесь кто на этом заработал тот кто это все и замутил кстати мы тоже заработали я вчера говорил о о трех волно очки вот этой вот здесь вот то есть вот здесь видно кто-то уже понял да что кто-то сильно затаривается в шарты откат и прошла третья волна и у здесь силан маск уже сказал то что сказал поэтому я вот думаю что именно так все и произошло человек просто тупо заработал денег потому что теслы плохо плохо продаются инвесторам денежки то отдавать надо все ребята очень просто очень просто чем проще вы лети тем проще живется так что еще у нас интересного 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 так но про доллар канале все говорил о том что он стоит очень дешево но были не пробил он минимум надо сказать на фричах посмотреть сейчас если в нефть будет падать то доллар канале сможет отсюда вырасти и это будет очень круто вообще цены шоколадный 1.2 невероятно просто невероятно эта зона покупок но как минимум на коррекции так биточек был доги крипл был ауди иена как и говорил я о том что надо шортить с верхней границы идет вниз заработаете на 81 кросса наши многострадальные потихонечку пытаются падать я надеюсь видите канаде нефть пошла вниз и канадец пошел вниз пошли какие-то шортовые истории но я надеюсь что такая мега перекупность придет к хорошим коррекциям и мы увидим цену ну хотя бы по 88 франк йена тоже уже оставят пенбар у нас на 4 надеюсь что это все закончится для нас хорошая разгрузка и сетки в плюс так давайте перейдем к вопросам на youtube канале по вчерашнему видео поехали так мало вопросов ребят давайте хотя бы 10 так александр татарина спасибо за обзор и посмотри нефть пожалуйста как считается трешка в бай нет я не считаю что после учащих новостей а нужно трешка в бай так симулятор отправил влад андрей ты еще вопрос чем связано такое время выхода моих обзоров я прислушался к совету ограничить инструменты выкинулся кроме евро и золото для евро поздновато выходит обзоры ну да поздновато я поздно встаю как и все трейдеры почему потому что основная волатильность на америке друзья мои так так сложилось понимаете что европейским трейдером но по европейскому времени я имею до те кто живет им с одной стороны несказанно повезло то что они могут отторговывать и европейскую и часть азиатской сессии и европейскую и американскую но с другой стороны это большой большой перегруз психологии и большая нагрузка на депозит что вы можете трейдить все сессии вот представьте что вы живете в сша к примеру ну так сложилось мне вас очень жаль кавычках но вы там живете и вы там торгуете и может быть даже вы накопили десяточку другую тысячи американских долларов и поехали обучаться трейдингу в америку и там научились таки торговать прибыльно и вы возвращаетесь в белоруссию украину или даже россию и ну скажем к березкам окушкам к жаворонкам в небе и хотите на своей родной земле продолжить торговать и применить наконец те знания которых которые вас наделили буржуазные трейдеры соответственно вас чему учили торговать когда ответ очень простой тогда когда у них день а когда в америке день в россии как бы в совсем не день и вы так или иначе попадаете на американскую сессию соответственно вас будут учить на торговать на американской сессии и если вы хотите применять свои знания где угодно в гондурасе в австралии или даже на северном кавказе вам придется торговать на американской сессии тому чему вас там научили понимаете а торговать российский рынок в сша к сожалению никто не стремится ну я не говорю про европу соответственно я к чему клоню что вся волатильность на америке и если вы ограничите не только список инструментов но еще и ограничите время торговли как минимум американской сессии поверьте мои ваши результаты улучшатся почему потому что инструменты которые мы торгуем и которые вы перечислили в том числе и злато обыкновенная а также евро доллар в котором вы удивитесь рулит американский доллар в этой паре а евро рулит там пару раз в месяц на новостях съелен там и плюс-минус еще пары чудиков рулит бакс вот и вся основная волатильность на америке я понимаю что очень хочется поторговать все мы с вами игроманы и вы и я в том числе и мы так приучены что утром мы привыкли ходить в садик потом в школу потом на работу мы привыкли утром что-то делать но волатильность на валютном и фондовом кстати рынке если у вас далеко идущие перспективы она на америке так ну это я собственно отмазываюсь и от того что поздно встаю владимир так вопрос по троимферма 4 моего поставщика у вас поставщики в оптовик график баров начинается с нуля а у вас часу это гениальное наблюдение и так далее нелогично так по моему так по моему графику пинов на бай не было какой какой правильный график на самом деле это крутейший вопрос крутейшие ответа на него 21 до второй нет так же как и у всех аналитиков смотрите ответ номер один если вы идеалист то есть не я вы должны придерживаться какой-то какого-то эталону а какой эталон у нас есть правильно фьючерсный график открываете график фьючерсов ставите а4 и вы в идеальном пространстве для себя и вас ничего не может сбить ответ номер два если вы тестировали в симуляторе торговли на своем брокере свою торговлю с использованием таймфрейм а4 и у вас получается классный плюс забейте на все не смотрите никакие обзоры делайте то что получается по по совокупности да вот я прогоню например начать наш 4 свою стратегию с открытием свечей в ноль и открытием час и по сумме будет примерно одинаково то есть где-то уйдут пин из там грубо говоря с одно с одного брокера где-то добавится на другом но в общем и целом будет одинаково вот такой для вас ответ владимир т.с. андрей спасибо за обзор за интересное так факт опять франк йена бакс падал пара росла сегодня может бакс крепился в данный момент пара растет что делать я паникую 119 ланги взять кипиш рост всем спасибо добра ух сколько энергии в андреи ее бы на генерацию биткоинов наверно к этому придет ребят когда работаете кроссами просто выключайте мозг и все выключайте мозг заливаете деньги и соблюдаете money management не увеличивайте объемы ставьте правильный шаг набирайте и на откате у вас будет как минимум шанс броситься в ноль либо сбросить в плюс все убирайте из головы и там эти корреляции ну вернее не то что корреляции а вот эти связи что-то растет поэтому мой кросс там не растет либо наоборот единственное что не наваливайте на один инструмент ну допустим канаде сена франк йена много если вы находитесь допустим в йеновском тренде его видно да и в доллар и не во всех инструментах просто просто распределение объемов и все ваша задача поймать этот инструмент в ловушку сеткой и выключаете весь технический анализ выключайте все корреляционные связи вот эти вот чтобы объяснить не надо ничего объяснять пара прошла много значит она ближайшее время откатит все это простой принцип который мы эксплуатируем на торговле кросс курсами в принципе на этом все сегодня индекс потребительских цен вечером бакс пошатает но думаю что все наши идеи отработал понравилось видео ставьте лайк пишите комментарии и до встречи завтра утром на очередном обзоре для инстафорекс всем пока